МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кем я хочу быть? Рано или поздно этот вопрос задает себе любой ребенок. Хорошо, если ответ на него появляется уже в раннем детстве. А что делать, если понять, к чему именно лежит душа, не получается? Кто-то идет по стопам родителей, за кого-то этот выбор делает сама жизнь. А кому-то помогают. Как, например, в 20-й детского творчества, где недавно завершился большой проект под названием «Театральный марафон профессии» или просто «ТЭМ». Вот о нем мы сегодня и поговорим с методистом дворца Светланой Михайловой Листром. Светлана Арнольдовна, театральный марафон профессии. Марафон профессии. Понятно, почему театральный? Зачем нужно было привносить этот художественный элемент? А как еще детям в детском саду интересно рассказать о той или иной профессии, чтобы им захотелось попробовать себя в этой роли? То есть это ролевая игра такая? Это ролевая игра на сцене, и это постановка, в которой принимают участие дети и родители. Когда мы в прошлом году затевали этот конкурс, то мы так и решили, что нам очень важно, что в команде должны быть обязательно два ребенка и два родителя. Не обязательно это родные родители, то есть родители, у которых тоже в таком возрасте есть дети. Ну, не все готовы выйти на сцену, либо выступить в той или иной роли. А роли родительские распределялись каким образом? Человек мог или быть автором сценария, или постановщиком, или оператором, потому что по условиям темпа театрального марафона профессий заочный этап – это придумать идею профессии, как ее показать лучше, создать драматургическую какую-то концепцию, выстроить это все в форме того или иного спектакля – музыкального, драматического, кукольного, теневого, еще любой жанр – снять это все на видео и готовый видеоролик передать организаторам конкурса, то есть во Дворец детского творчества. Сначала нам задавали вопросы – зачем, почему? Мы говорим, ну, поймите, ребята, вот вы один раз выступите на сцене ДДТ в финале, и никто больше вас не увидит. А если у нас есть ролик, а такой ролик не один, о ролике всех финалистов конкурса, у нас уже появляется своя видеотека, которую можно потом использовать для профориентации ребятишек из детских садов. Плюсом идут сценарии. Так вот, родители что делали? Они были авторами сценариев, они снимали, они монтировали, они играли те или иные роли на сцене. Те родители, которые хотели это сделать. В прошлом году на первом темпе 41-й сад выступал в номинации космобиолог. Да, я сейчас объясню. В прошлом году мы сказали, профессии могут быть по классификации Климова. Это есть такая теория, человек-человек, человек-техника, человек-знак. И в том числе одно из направлений – это профессии будущего. Взяли атлас профессии будущего, и они выбрали вот это космобиолог. И в видеоролике была использована такая идея, что прошло какое-то время, и два выдающихся ученых, две выдающихся женщины-ученых исследуют новые миры и вспоминают, с чего все началось. Они возвращаются в тот период, когда они были детьми. И дальше играют их дети, девочки. Так вот, все-таки, почему именно сценическая, почему театральная постановка? В каждом конкурсе, в каждом проекте должен быть какой-то изюмик, курагинка, черносливинка для того, чтобы захотелось в нем поучаствовать. Если бы сказали, ребята, у вас будет конкурс по профориентации. Все сказали, о, профориентация, как уже профориентация. Дустом запахло. А когда мы говорим, театральный марафон профессий, такой темп, и в этом темпе вы все живете, участвуете, играете. Ну, что-то какое-то уже появляется новое. И мы еще в этом году заявлялись на Школу Росатома, немножечко трансформировали наш этот проект. Увы, не прошли по критериям отбора на то, чтобы провести для закрытых городов такой конкурс. Но мы, я считаю, с успехом провели его для города. И второй темп театральный марафон профессий в этом году, который только что 3 февраля закончился, вызвал, не побоюсь этого слова, ажиотаж. Почему? Опережая вопросы, да? Ну, во-первых, у нас очень хорошие друзья, спонсоры. И те, кто помогают в организации театрального марафона профессий, у нас очень хорошие призы. Кстати, в этом году канал 16 тоже подключился и вручил два сертификата на создание репортажей о командных победительницах, что было им очень приятно, польстило их самолюбие. Я думаю, в ближайшее время, надеюсь, увидеть эти репортажи. Но когда и дети, и взрослые сначала готовятся, потом выступают, потом купаются в лучах славы, получая свои дипломы, каждый участник, именно и участник, и финалист, и призер, и победитель получает свой диплом, получает свой подарок. Второй год нам в подарке предоставляется русский драматический театр. Это билеты в театр, потому что театральный марафон профессии, это логично, пригласить детей в театр. И плюсом еще к этим основным подаркам идут в дополнение или игрушки, или книги, или сладости, или и продолжаем список в зависимости от круга наших друзей. Конечно, это приятно, и это стимулирует. Знаете, вот в этом году, после церемонии награждения, подходили и педагоги, и родители, и говорили, молодцы, что не забываете и взрослых тоже. Для нас это тоже важно, выйти на сцену, получить свой диплом, потому что, по большому счету, взрослые только внешне, большие, серьезные люди. А в душе все взрослые, те же дети, только знают чуть больше. Светлана Арнольдовна, скажите, а вот если мы все-таки уберем в сторону призы, подарки, дипломы, билеты, что главное ребята и их родители получили, приняв участие в этом конкурсе, что у них осталось? Самое главное, они узнали друг друга с новой стороны. Дети увидели в своих родителях творческие личности. Ну, например. Или узнали, что их родители умеют прекрасно двигаться на сцене, петь, танцевать или кроить, или создавать декорации, костюмы. Это одно что новое. Второй момент. Каждый открыл в себе новые способности. Мы стараемся, чтобы ребята получили новые навыки. Работа с микрофонами. В этом году к радиомикрофонам добавились еще и гарнитуры. А это особая работа, особое умение. Для ребятишек в возрасте 4-5-6 лет эти навыки очень необычны. Трудно сейчас говорить, пригодится им это в будущем или нет. Но то, что они побывали на сцене, то, что они поработали в гарнитурах, то, что они превращались то в скульптуры, то в поклонников балерин, то в каких-то актеров, ведущих теле-ток-шоу. Это было очень мило и по-доброму, и полезно для них. Потому что любой публичный выход на сцену – это всегда практика, которая нужна с возраста, как только ребенок начинает ходить и говорить. Это важно. У многих был дебют на городском уровне. И мы даем возможность детям попробовать себя в качестве актеров, где-то режиссеров. У нас была ситуация, когда одна из команд репетировала на сцене, у них была уже генеральная репетиция, завтра выступать. И подошел взрослый человек, незнакомый для репетирующих, начал давать очень дельные, ценные советы. Откуда выйти, куда войти, как поступить? И шестилетний ребенок сказал, нет, я сделаю вот так, так и так. Мне вот это удобнее. Я вот так уже отрепетировал, и я буду стоять вот здесь. Характер проснулся в парне. Характер проснулся в парне, да. И плюс еще у нас практика, когда ведут дети. Церемонию награждения у нас в этом году вели воспитанники Дворца детского творчества. У нас есть два театральных объединения, одно для малышни, это театрик, а второе артмикс, это для ребятишек уже постарше. Там один педагог Наталья Сергеевна Зекцар, и вот дети из артмикса вели церемонию, и у ведущего, у Савы Абрамова из второй гимназии, пятиклассника, была премьера в качестве ведущего городского мероприятия. Костюм, галстук, микрофон, парад. Костюм, галстук, микрофон, множество фамилий. Нужно было отчитать более ста фамилий. И мы в сценарии специально ввели концовку, когда дети вот так вот уже все. Сава, неужели это все, неужели мы справились, неужели мы это сделали? Даша Квасова, вторая ведущая была, шестиклассница из 12-й школы. И они, конечно, волновались. Они репетировали неделю каждый день по несколько часов. Вам надо было правильно отчитать все фамилии, правильно интонировать все, выдержать где-то микропаузы, где-то голосом привлечь к себе внимание, где-то привлечь внимание к происходящему на сцене. Но это мастерство, это умение определенное. Светлана Арнольдовна, у вас каждый темп будет таким тематическим? То есть это был, ну, что ли, таким творческим, когда профессии были дрессировщик, артист, мультипликатор. Прошлое было немного на тему будущего. Следующее тоже будет каким-то немного другим, но строго ограниченным. Обязательно. Обязательно что-то будет новое. И мы уже сказали, что будет отдельная номинация для видеороликов, потому что тем, кто делает великолепные видеоматериалы, видимо, в глубине души обидно. Мы, правда, в этом году ввели спецприз автору лучшего видеоролика. Это был Евгений Иванович Филин, папа команды актеров из 8-го детского сада. Он получил спецприз. Ролик потрясающий был. И члены жюри предложили, что давайте мы сделаем все-таки эту серьезную номинацию видеоролики. Тем более люди фактически делают вклад в общее дело городское. Создают видеоколлекцию материалов, которые могут использовать потом все желающие. У нас в облаке выложены все эти видеоролики финалисты. То есть то, что можно брать, готовый включать и смотреть. Вот это профессия скульптора, вот это профессия архитектора и так далее, если говорить про творческие. Он только хотел спросить, как найти в Ютьюбе или надо там по адресу, по ссылке идти? Можно. Это группа ВКонтакте «Дворец детского творчества». Там специально есть театральный марафон профессий, ссылочка на облак, на облачный сервис, где хранятся и сценарии, и видеоматериалы. И на сайте «Дворца детского творчества» тоже есть эта ссылочка. И мы разослали садам и школам участницам, а кто оперативно уже зашел сам себе, скачал то, что им было нужно. А как вообще выглядит обычный ролик? Ну, среднестатистически, наверное, нельзя применять, потому что тут ребята все старались, и каждый получился немного, но по-своему интересным. Там задача была для жюри показать максимальную постановку без монтажа. И сюжет, чтобы был наглядный, чтобы была раскрыта профессия. Ведь жюри у нас люди весьма занятые, а если участвует большое количество детских садов и школ, то им проехать по всем этим садам, школам, выстроить везде декорации, отсмотреть, это нужно длительное время. А так они собрались в одном месте, мы собрали все 21 ролик, включали последовательно, и они смотрели, 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 говорили, этот финал, этот спасибо участник, этот финал, этот участник. И так вот, 8 команд у нас, увы, остались, 7, пардон, 7 остались команды участниками, а 14 прошли в финал, и уже из финала появлялись победители и призеры. Я так понимаю, задача была в том числе у ребят, как-то, может быть, вжиться в профессию, примерить на себя эту одежку и понять, не жмет ли там в разных местах. Правильно. Ведь, по большому счету, вопрос, когда нужно начинать профориентацию, не имеет однозначного ответа. Разным людям я задавала этот вопрос, немножко в другом виде. Когда вы первый раз задумались о своей будущей профессии? Вот разным людям я такой вопрос задавала. Вот вы, Константин, когда задумались о своей будущей профессии? Серьезно задумались впервые. Когда в 10 классе понял, что через 2 года в армию заберут, надо что-то решать. Вот. А кто-то, уже сидя за маленьким столиком в детском саду, рисуя, понимает, как это классно на белом листе, который изначально белый или серый или коричневый, создать потрясающую картину, которую потом всем показывают, говорят, а это сделала вот наша Маша. Это, к сожалению, очень редкое дело, когда в таком возрасте человек находит свою эстезию. Или мне так кажется, не знаю. Может быть, стоит помочь ребенку? Может быть. Либо показать закулисье, показать сложные стороны профессии. Когда девочки говорят, я буду моделью, я буду актрисой, я буду балериной. А ей говорят, все хорошо, только имей в виду, битое стекло в пуантах, жесткие диеты, жесткая конкуренция, взгляды завистников. Это вторая сторона одной медали. Реверс-аверс, как есть. И в любой профессии есть такие сложные моменты. И вот такие вещи мы уже обсуждаем с ребятами, которые постарше. Не детские сады и даже не начальная школа, а среднее звено и ближе к 9-10 классу в дискуссионном клубе профтренда. Ведь темп – это составная часть нашего большого городского проекта «Профтренд», который нацелен на профориентацию, но тоже не лобовой, не такой вот, а сейчас классный час, к нам придет специалист такой-то, будет рассказывать о профессии такой-то. И все тихо под столом или уроки делают, или в телефоне. А когда дети, вырванные с привычной среды школы, класса, приходят куда-то, в идеале, на место работы этого замечательного специалиста, или, как вариант, то, что мы делаем у Дворца детского творчества, называем это дискуссионным клубом. И почему вот здесь слово «и дискуссионный» важно, и «клуб» важно? Форма клуба – это свобода общения, свобода перемещения, свобода высказывания. И дискуссия предполагает тоже… К стулу никого не приклеивают. Не приклеивают раз. Квот нет. Мы говорим, приходят те, кому это интересно. А сначала были сомнения, а придут ли вообще. А с другой стороны, мы говорим, но у нас же дети-то уже серьёзные, задумывающиеся о своей судьбе, о своём будущем. И к седьмому, восьмому, некоторые даже уже в шестом классе начинают задумываться о своём будущем. И они, когда чувствуют, что вот это направление им интересно, они сами говорят, я хочу. Вот сколько мы уже провели таких встреч, у нас не было ребят, отбывающих время по приказу. Первые, ну не буду лукавить, первые встречи ещё в прошлом году осенью, когда… Ну, профтренд у нас идёт третий учебный год, то есть 15-16 было всего три мероприятия. Тогда этот проект начинал Андрей Додин, методист Дворца детского творчества. Потом Андрей ушёл на другую работу, и уже я этот проект подхватила дальше, и мы стали его развивать вместе с школами. Потому что без школ, безусловно, мы ничего не сделаем. 16-17 год прошлый был посвящён поиску новых форматов, а в этом году мы уже вместе с руководителями школ, с директорами и заучами, выбрали наиболее интересные, на их взгляд и по мнению детей, форматы. И выбрали три таких основных направления – это инженерный профиль, рабочие профессии и силовые структуры. Ну, мы смотрим, что в стране происходит, какие события. И мы понимаем, что стране нужны сильные инженерные кадры, люди, которые могут создавать инновационные проекты, технологии прорывные и так далее. Слава Созидателям вспомним в этом месте. Да. Второе направление – это те профессии, представители которых могут воплотить в жизнь гениальные идеи инженеров, конструкторов и технологов. То есть это высоко квалифицированные рабочие и люди, которые защитят нашу страну в случае, не будем говорить какому. Вот три направления мы взяли на этот год как основные. А между ними на площадке Дворца детского творчества в дискуссионном клубе мы встречаемся с представителями творческих профессий. Ну, чтобы не все время о войне и мире или о токарях, фрезеровщиках и шлифовщиках, потому что тоже можно перегнуть. Конечно. А мы сюда добавляем журналистику, писательство. В феврале у нас будет встреча с творческими профессиями. У нас есть прекрасные молодые педагоги дополнительного образования, которые занимаются компьютерным дизайном, прикладным дизайном интерьеров, керамикой, музыкой. В разных видах. Ударной установки, известную же Антон Светлов. Есть Юрий Александрович Царев, Настя Вахмистрова, с которой вы тоже знакомы, Света Демидова. То есть это наши педагоги, которые расскажут о второй стороне их профессии, к чему надо быть готовым. Ведь эти встречи тоже не ради того, чтобы покрасовались взрослые, а дети поскучали. А ради того, чтобы дети поняли, к чему надо быть готовым. Светлана Арнольдовна, время для нашей завершающей традиционной рубрики «Опросник прусса». В этой вазе бумажки с вопросами. Ваша задача вытащить любые три и честно на них ответить. Пожалуйста. Честно и лаконично, или развернуто. Ваши любимые герои в реальной жизни. То есть я должна назвать человека, который, на мой взгляд, герой... Если такой есть. Или был. С детства у меня три человека были идеалами. Зоя Космодемьянская, маршал Тухачевский и Феликс Эдмундович Дзержинский. Необычный набор. Но я же пионеркой была в Советском Союзе. Правда, потом настал момент познания и изменения отношений. По крайней мере, к Михаилу Тухачевскому, увы, я теперь отношусь несколько по-иному. Я не называю его своим кумиром. Зоя Анатольевна Космодемьянская, да, это человек, который всегда был, есть и будет для меня героем. А Дзержинский, ну, это человек, который стал, наверное, жертвой обстоятельств и эпохи. И судьба у него непростая. Дальше без комментариев. К каким порокам вы чувствуете наибольшее снисхождение? Когда человек дурно ругается, потому что, к сожалению, я тоже имею такую привычку. Я не выдержана в эмоциях, и я ругаюсь, иногда даже дерусь. Поэтому я снисходительно к такому проявлению эмоций и у других людей тоже. Хотя я знаю, что ругаться – это плохо, драться – это еще хуже. И последний вопрос. Ваше любимое занятие – писать. Писать тексты, не знаю, пресс-релизы, какие-то заметки. Писать на русском языке, который я считаю самым лучшим в мире, самым красивым, богатым. Язык, на котором я думаю, говорю, пишу, благодаря которому я состоялась как профессионал в журналистике. Светлана Арнольдовна, большое спасибо за интересное и обстоятельное интервью. Я желаю вам и, конечно, всему Дворцу успехов в его нелегком, но благородном деле. Друзья, напоминаю, что сегодня мы беседовали с методистом Дворца детского творчества Светланы Арнольдовны и Михаиловой Ристром. Всего хорошего, до свидания. Дворца детского творчества